Доброе субботнее утро, дорогие телезрители! С вами в студии Мадина Лайпанова. И сегодня у меня в гостях очень интересная гостья, куратор образовательного проекта для детей с особыми потребностями, а также сотрудник фонда Доброгорец Медина Баташева. Доброе утро, Медина! Доброе утро! Рада приветствовать тебя сегодня в нашей студии. Взаимно, спасибо за приглашение. У вас такой очень интересный проект, который реализует ваша команда, и он называется «Бабашки плюс». Необычное такое название. И суть проекта тоже достаточно интересная, особенно для нашего региона. Вот хотелось бы нашим телезрителям немножечко рассказать об этом проекте. Собственно, начнем, пожалуй, с названия. Это самое, наверное, интригующее. Что это за название, что значит «Бабашки» вообще? Ну, название придумано не нами. Команда нашего фона регулярно мы просматриваем, что нового есть в направлении с детьми, с развитием, с работой, с детками. И вот наша руководитель увидела, что есть такая программа. Это специальные конструкторы для пространственного моделирования. Создали они их для садиков вообще. То есть это не просто какие-то игрушки-конструкторы, это специальный экологический, из дерева полностью придуманный, ростовой конструктор, можно так сказать. То есть там есть изделия, которые чуть ли не в рост ребенка. Естественно, нам это стало интересно. А так как в нашем фонде детки с различными заболеваниями, то, естественно, мы захотели как-то применить это с нашими детьми, посмотреть, как им эта программа подойдет ли, смогут ли они, как они ее воспримут, сможет ли она им как-то помочь в их развитии, в какой-то реабилитации. И было придумано вот этот плюсик, мы добавили, так сказать. Чтобы не совсем добавить такого. Да, немного инклюзии. И связались с организаторами, создателями данных конструкторов. Рассказали, что вот у нас есть такая идея. Они нас поддержали, им очень понравилось. Сказали, что вот хотим подать проект на фонд президентских грантов. Они полностью оказали нам поддержку и в письме, и материал нам предоставили. Мы очень, конечно, за это благодарны, было приятно. И вот так получилось, что мы выиграли. Кстати, поздравляю вас и вашу команду. И уже вот в рамках данного реализации проекта у нас были договоренности о том, что, ну, естественно, мы приобретаем в первую очередь эти конструкторы, полностью все оборудование. Проходим обучение о том, как с ними работать. То есть они не просто их изобрели, они подготовили специальную методику, да, систему о том, как с ними работать, на какие моменты важно акцентировать, важно давать свободу ребенку, какой подход лучше. И полностью курирует нас. То есть всегда участники нашей команды, педагоги, психологи могут обратиться со своими вопросами, так как у нас это инклюзия и опыта работы с такими детками в рамках этой программы особо не было. То есть для них это тоже что-то новое. Им тоже это интересно. Как дети реагируют, как воспринимают. В общем, мы взаимодействуем регулярно. И вот как раз мы сейчас прошли обучение, наша команда, и провели практические занятия, посмотрели, столкнулись, как детки реагируют, и разработали уже программу. Организация по башке предоставила нам своего специалиста. И вместе с ней мы уже разработали программу, в рамках которой уже будем в дальнейшем реализовывать. Мидия, ну я бы хотела приоткрыть немножечко тайну нашим телезрителям. Мы уже успели побывать на одном из ваших занятий. Хотя массово пока что вы не начали внедрять данные, да? Да, у нас практикующие занятия пока идут. Это, так скажем, пилотные серии, да? Но мы уже побывали. И хотелось бы показать нашим телезрителям немного, как проходят эти занятия, а после мы продолжим наше обсуждение. Да, с удовольствием. Внимание на экран. Развитие речи, воображение, пространственного мышления и социальных навыков – это лишь малая часть возможностей, которые открываются перед детьми, посещающими занятия по конструированию. Так называемые «бабашки» представляют собой деревянные блоки разных форм для строительства. Точнее, для ростового моделирования. Многие педагоги рекомендуют бабашки как конструктор, который может заменить многие игрушки. Главное условие – наличие рядом взрослого, который знает, как с ним обращаться. Работа с конструктором, она только на первый взгляд кажется легкой. Если мы хотим развивать наших детей в полной мере, если в особенности у детей есть какие-то отклонения, например, плохо ребенок пишет или у него плохо с крупной моторикой, то нужно обязательно обратиться к специалисту и проработать всю крупную моторику при помощи данного конструктора. Это поможет ребенку в школе научиться хорошо сидеть, внимательно слушать учителя или же правильно писать. В данном проекте могут принимать участие как здоровые детки, так и детки с разными нарушениями. Работа с конструктором также помогает проработать все базовые психические функции ребенка. Данные занятия помогут детям научиться делать выводы, принимать взвешенные решения, проектировать конечную цель. Самое главное, что дает этот проект детям – они строят свою вторую реальность. Они строят дом под стать себе, соответственно, своим интересам. Они познают таким образом пространство и все то, что можно сделать с этим пространством. Во-первых, мы отслеживаем, какие основные качества может проявить в этой постройке ребенок. Кто-то может помнить о своей основной задаче и помогать другим. И это о том, что ребенок уже достаточно многозадачен. Мы можем смотреть на детей, которые начинают строить постройку, а потом увлекаются. Увлекаясь, мы делаем выводы, что внимание немножко надо подтянуть. Одним из больших достоинств конструктора является то, что он выполнен из натурального дерева. Он полностью экологичный и на данный момент не имеет аналогов. Материал при правильном хранении и использовании достаточно долговечный. А это значит, что заниматься с бабашками можно много лет, дополняя Центр конструирования новыми элементами. А мы возвращаемся в студию. Доброго утра. Напоминаю, у нас сегодня в гостях Медина Баташева, куратор образовательного проекта для детей с особыми потребностями. Итак, Медина, мы посмотрели, как проходят занятия на данном этапе. Как повторюсь, я уже говорила ранее, это пилотные такие, да, практикующие занятия. Вот в ходе этого сюжета стало понятно, что на занятии присутствует как педагог специальный, да, так и психолог. Вот хотелось бы узнать более подробно, какой эффект вы ждете для тех детей, которые будут принимать участие в этих занятиях. И я правильно поняла, что практиковаться могут не только детки с особыми какими-то потребностями, но и, в принципе, любой ребенок среднестатистический. Да, программа инклюзивная, то есть она подходит для всех детей. Да, вы правильно заметили о том, что присутствует и педагог, и психолог. То есть одна из особенностей данной программы «Бабашки» — это то, что ребенку предоставляется полная свобода. То есть это пространственное моделирование. Дается какая-то определенная задача, или ребенку перед этим что-то рассказывается там про дом или магазин, как это он себе представляет. То есть есть какое-то общее представление о том, что дом — это стены, крыша, окно, дверь. И вот то, как это ребенок воспринял, то, как он это понял или увидел до этого, он должен показать благодаря вот этим конструкторам «Бабашкам». Они есть разной формы, ну вы видели, да, уже. И исходя из того, как ребенок уже это воспринял и показал, педагог уже работает. Очень важный есть момент, о чем сами говорят создатели данной программы. Ребенку должна быть предоставлена полная свобода. То есть мы не говорим «сделай так», «это должно быть так». Это не загоняете вообще. Нет, вообще никакие. Единственное, чуть-чуть подкорректировать, там сказать, «А как ты думаешь, может должно быть окно или должна быть дверь, через которую мы можем зайти?» Ну вот как-то вот так вот, да. Вы даете выбор, как бы немного намекая, да? Да, там подумай, может нужно, или вот как-то вот так вот. Единственное, что могут сделать, и уже после, когда ребенок готов поделиться своим творением, так сказать, уже проходит анализ педагога, он ему что-то показывает, объясняет, рассказывает, а мы бы могли сделать вот так, смотри, вот если мы сделаем конструкцию, построим таким образом, то у нас получится вот это, да. И психолог, естественно, за этим наблюдает. Делает выводы. Делает какие-то выводы, чем-то делится с родителями. И уже как бы в дальнейшем следующий этап программы уже будет немножко по-другому. Еще один из плюсов этих конструкторов, это не то, что ты просто собираешься, а то, что ты вокруг себя можешь построить дом. Возвести стену вокруг себя. Да, возвести стену вокруг себя. У нас дети так или вот так, они загородились и сидят в домике такие. Либо у нас было такое, что мальчик там построил магазин, и уже там даже что-то начал продавать. Бизнес построил, да? То есть полностью фантазия, да, никак не ограничивается. И это очень интересно наблюдать. Благодаря этому мы можем понять их восприятие мира. Так как у нас детки в основном с особенными образовательными потребностями, у многих из них есть неврологический статус. И благодаря вот таким методикам мы можем лучше понять их восприятие и найти для них более комфортный подход. То есть это уже вот работа с психологом более глубинная идет дальше. Мидин, мы уже сказали несколько раз, что пока что занятия проходят в таком вот, ну, как бы тренировочном, да, варианте. Я знаю, что совсем скоро вы будете проводить вот отборочную кампанию, заявочную, да? Вот это очень важный момент, да? Да, мы уже в социальных сетях разместили у всех наших партнеров. Да, в принципе, и сейчас тоже объявлю об этом. В марте месяце у нас уже начинается полноценная программа. Мы набираем группу, у нас будут как индивидуальные, так и групповые занятия для деток от 3 до 10 лет, как нормотипичные дети, так и с особенными образовательными потребностями. Просто, чтобы понимать, вот что нужно сделать матери, там, родителям, да, для того, чтобы их ребенок попал к вам в группу? Да, можно связаться с нами, найти в любых социальных сетях, просто в любом поисковике набрать фонд Доброгорец, высветится, как правило, наша группа ВКонтакте. Там как раз последние публикации, есть вся информация. Есть ссылка на анкету, можно заполнить форму онлайн, либо связаться с нами по телефону 8-918-712-5050. Мизин, ты сказала о том, что проект поддержали производители данного конструктора, вы как-то нашли общий язык. А есть ли еще какие-то значимые партнеры в регионе, может быть, кто поддержал и сказал, что да, этот проект нужен, ребят, мы готовы вам помогать? Да, всегда, в принципе, даже не сталкивались с таким, что вот у нас в регионе кто-то как-то не поддерживал, не был бы заинтересным, наоборот, всем интересно. Да, мы всегда очень сотрудничаем со всеми центрами, которые работают с этими детками, всегда с ними взаимодействуем. И подопечный фондов, в принципе, также посещает эти центры. То есть основные наши партнеры – это они. Также у нас есть наши друзья, у которых есть какие-то свои тоже обучающие программы, свои обучающие школы. Им тоже это интересно, так как они в дальнейшем видят перспективу, что могут внедрить это себе. Естественно, они тоже с нами сотрудничают. Ну и плюс все министерства нас всегда поддерживают, и образование, и министерства труда. То есть тоже они размещают у себя информацию и готовы предоставить необходимые ресурсы. Это здорово. В принципе, я думаю, что нашим телезрителям более-менее ясно, чему посвящен проект и кто может принять в нем участие. Но опять-таки очень важно, для чего реализовывается проект, каков конечный результат. Вот для вас что будет индикатором успеха, скажем так, этого проекта? Знаете, один из наших основателей нашего фонда, и сейчас наш руководитель, Армида, всегда говорит одну фразу, что если мы сможем помочь хотя бы одному ребенку, то все было не зря. Не зря был создан фонд, не зря был написан и реализован проект. Как показывает практика и опыт, меняется очень восприятие детей. Они становятся более усидчивыми, они начинают лучше налаживать контакт с окружением, с родными, начинают лучше взаимодействовать. И, как правило, именно вот такие вот нестандартные программы, они дают вот такой большой эффект, на что мы и надеемся, конечно же. Просто для детей с особенными образовательными потребностями какие-то навыки, которые нам кажутся привычными, это немного сложнее дается. И вот благодаря такому неординарному, скажем так, нестандартному подходу мы можем добиться большего эффекта. Но и для нормотипичных детей это тоже дает именно развитие в социальных навыках. Они взаимодействуют с этими детками. Плюс они узнают что-то новое, они развиваются в этом направлении. И именно вот это вот пространственное моделирование, у которого нет ограничений, где они могут полноценно проявить свою фантазию, свое творчество, тоже очень благоприятно влияет. Что ж, Медин, спасибо тебе большое за такую интересную беседу, полезнейшую информацию. Я уверена, что наверняка сейчас среди наших телезрителей есть люди, которые уже понимают, что обязательно будут заполнять заявки. Я желаю успехов вам, вашей команде в реализации вашего проекта. И надеюсь, что мы уже встретимся по его завершению, чтобы подвести некоторые итоги. Обязательно, да, спасибо вам большое. Ну а с вами, дорогие телезрители, я прощаюсь. И желаю вам хороших выходных.